Если вы помните, как мы доказывали малую теорему Ферма, когда выписывали все остатки, каждый из них умножали на число, все эти 0-е остатки, и все это перемножали. И у нас с одной стороны получается факториал, а с другой стороны факториал, умноженный на а в стекле и по минус 1. И значит, а в стекле и по минус 1 равно гиньится. Так вот, сейчас мы сделаем фактически то же самое, только нам нужно, чтобы участвовали не все по минус 1 минусных остатков, а по минус 1 пополам. Давайте я это проиллюстрирую, скажем, для числа 11 и числа 2. Я хочу найти 2 в пятой степени. Ну, можно же просто посчитать. Но я хочу как гаусс. Как гаусс это делается вот как. Пишем числа 1, 2, 3, 4, 5. Не все 10, а только 5. Каждая умножаю на число 2. Получаю 2, 4, 6, напишу минус 5. 8, напишу минус 3. 10, пишу минус 1. Смотрите, какая история. Я теперь могу перемножить в верхнюю строчку, не забыв ее при этом, домножить на 2 в пятой степени. И получается вторая. Поехали. 2х1, 2х2, 2х3, 2х4 и 2х5. Кстати, я написал верхнюю строчку. Каждый раз умножить на 2 число. Это то же самое, что 2, 4, 5, 3, 1. Только при этом там еще минус есть. Минус 5, минус 3 и минус 1. Так смотрите, значит, 2 в пятой степени умножить на 5 факториалов это то же самое, что минус 5 факториалов. А вот это вот степени. На 5 факториалов сократив, получаем, что 2 в пятой это минус 1. Как же выписывается критерий Гаусса в общем случае? А вот так и выписывается. Рассмотрим числа. 1, 2, 3 и так далее. П минус 1 пополам. Не обязательно их рассматривать. Можно было любую систему. Только так, что число, если вошло, то минус это число тоже не входит. И чтобы было равно по минусу 1, то было число. Каждое из них умножим на число А. Получим числа 2А, 3А и так далее. П минус 1 пополам умножить на А. И каждое из этих чисел заменим на число от единицы до минус 1 пополам. Либо с плюсом, либо с минусом. То есть, если оно оказалось большое, то поставим перед ним знак минус, да? Давайте докажем, что всегда этот процесс можно сделать. И, соответственно, тогда количество этих самых минусов это как раз и будет символы жанра АОП. Как доказать, что это легко можно сделать? Ну, что это всегда можно сделать? Это очень просто. Вот у меня есть числа. Я их умножил на число А. Может ли так случиться, что среди этих чисел какие-то 2 будут отличаться по модулю П от знака? То есть, может ли так быть, что у нас есть число Х, число И, Домножили на А. И получилось, что АХ сравнимо с АУ или АХ сравнимо с минус АУ. Да, разумеется, никто не другой не возможен. Потому что в первом случае у нас получается, что Х минус ИГ делится на то. Ну, АХ, ИГ, их разность больше нуля. Ну, здесь набор Х минус ИГ меньше нуля, но больше, чем минус П. Вот. А здесь получилось бы, что Х плюс ИГ делится. Такое тоже невозможно, потому что Х плюс ИГ меньше П. Отлично. Значит, нельзя получить числа, равные или противоположные по знаку. Ну, значит, автоматически мы получим здесь набор чисел от одного, например, пополам. Он может быть с какими-то другими знаками. Отлично. Перемножили, вынесли, поменялись на это пола в актериал, сократили, получили критерии Гаусса. И вот уже критерий Гаусса позволяет совершенно замечательно быстро и найти символ 2В, то есть доказать второе дополнение к квадратичному закону взаимности. И он позволяет доказать очень легко квадратичный закон взаимности. Формулировать уже пора, потому что очень симпатично. Формулировка такая. Если есть разные, нечетные, простые числа, то произведение символа П по Кубу это минус единица в степени П минус 1 пополам умножить на Фу минус 1 пополам. Это соотношение замечательно тем, что оно позволяет довольно быстро вычислять этот самый символ жанра. Ну, в самом деле, если у вас внизу стоит большое простое число, ну, например, вас интересует символ 3 по 101. 101 простое число, 3 тоже простое число. Смотрите, что можете написать. Вы можете написать здесь вот 101 по 3, а это то же самое, что 2 по 3, потому что можно взять остаток 3 на 3, то есть минус единица. И написать, что есть минус 1, 101, да, минус 1, это 100 пополам, 50, если вы заметите, даже можно дальше не писать, потому что 50 уже черное число, уже все, да, но если угодно можно написать 3 минус 1 пополам, это 1. Все, здесь единица, здесь минус единица, значит, и это минус единица. Символ Лежандра, благодаря категоричному закону взаимности, очень легко вычисляется. Правда, есть одна приятность, состоящая в том, что, когда он дает число, вообще-то не так просто разложить его на простые множители. поэтому, когда вас попросят найти, представьте себе, что будут, то есть, совсем большие числа, то для того, чтобы применять вот эту формулу, нужно разлагать на простые множители, а это тяжело. Оказывается, эта проблема обходится. Есть так называемый символ Якови, где уже такой же закон верен, но не обязательно, чтобы по игру были простые числа, а это могут быть любые нечетные натуральные числа. Это совершенно замечательно, потому что разлагать на простые множители тяжело, а применять и делить с остатком легко. Именно символ Якови позволяет быстро вычислять значение символа Лежанра. Так, ну что, давайте при помощи Гаусса вычислим два попек. Давайте посмотрим, как это очень просто работает. Вот у нас есть числа. Единственное, я все-таки давайте возьму конкретное. П равно 8Н плюс 1. У нас есть числа. 1, 2, 3 и так далее. 4Н минус 1, 4Н. Что надо сделать по Гауссу? Каждый там может натворить. Ну, замечательно. 2, 4, 6 и так далее. Так, здесь вот очень важно. Нужно домножать все числа от 1 до 4Н, но в какой-то момент мы выйдем уже за эти пределы. Поэтому лучше сделать так. Разбить все на две половинки. Здесь вот у нас где-то есть число 2Н, и после этого идет 2Н плюс 1. Когда мы эти умножаем, то подряд идет возрастание и возрастание, вплоть до 4Н. Потом пойдет 4Н плюс 2. А что такое 4Н плюс 2? Это взятое с минусом число... Что такое 4Н плюс 2? Это надо взять с минусом 4Н плюс 2 минус 8Н плюс 1, да? То есть, фактически получается 4Н минус 1. Замечательно. Следующее число даст нам, понятно, где делать, что это 4Н минус 3, и так далее, и так далее, и так далее. И в конце 8Н, это будет то же самое, что минус 1. Отлично. Сколько же здесь минусов? Половина минусов, половина плюсов. То есть, минусов ровно будет 2Н штук. Четное число. Значит, для числа 8Н плюс 1 символ 2ПП равен 1. Ровно так, только выписывая и рассматривая здесь, в каком месте будет происходить перенос, можно разобрать из случаев 8Н плюс 3, 8Н плюс 5, 8Н плюс 7, и получится, разумеется, тот же ответ, который у нас уже был. Вот так, конкретно для двойки замечательная работа. Кстати, заветьте, критерий Гаусса замечательный тем, что вообще-то и для тройки он точно так же чудесно сработает. Вот вы просто расписываете, да, расписываете 3ПП, смотрите, какой там остаток число П должно дать, только внимание, какой остаток число П должно дать на что? На 3? Нет, на самом деле не на 3, на самом деле конечно на 12, потому что здесь вот мы делим пополам, и нам очень важно, после того, как мы разделили пополам, останется четное число или нечетное, то есть на самом деле на деле нечетное число. Вот, значит, берете варианты 12n плюс 1, 12n плюс 5, 12n плюс 7, и 12n плюс 1. Да? Каждый из этих вариантов вот так вот разбираете, и все замечательно получаете. Таким образом, для конкретных чисел, для числа 2, для числа 3, при помощи критерия Гаусса довольно просто, можно все вот это посмотреть. я иду, я иду. я иду. И И Продолжение следует...